Так, ну а сейчас я снова попрошу Константина Сергеевича к нам выйти, а то он ушел. Константин Сергеевич, выходи. До свидания. Мы сейчас вам сыграем произведение Астроприцоды. Называется «Печай моего Банданиона» для приложений для скрипки и фортепиано. Но перед тем, как начать, я расскажу одну очень важную вещь. Должен заметить, что все здесь присутствующие становятся свидетелями исторического события. Я тихо предполагаю, что в силу многих разных обстоятельств Константина Сергеевича очень сейчас захочется меня убить. Но я очень надеюсь, что вы не дадите меня вожилие в случае чего. Дорогие друзья, я рад объявить, что издан первый компакт-диск. Красательное назначение. Сейчас я вам прочитаю фрагмент из статьи, которую написал для этого диска Федор Васильевич Строганов. Замечательный органист, клавесинист, пианист и композитор. Сейчас я вам прочитаю. Частично. Предлагаю вниманию любителей классической музыки первый сольный диск Константина Казначеева. Невольно задаю себе вопрос. Почему первый? Ведь Константин Сергеевич, несмотря на молодость, переиграл уже, кажется, весь скрипичный репертуар. От сольных санат Баха и до самой современной авангардной музыки 20-го и 21-го века. Такой, как представленный на этом диске Кончерто Гроссо номер 1 Альфреда Шнитке. Вызывает удивление и необычальная стилистическая чуткость музыканта. В равной степени удаются ему и фолк, и стилус фантастикус, и венские классики, и немецкие романтики. Эти уникальные исполнительские возможности вдохновили и меня. Я написал для Константина свою сюиту во французском вкусе для скрипки и органов. Наверное, ответ на мой вопрос кроется в высочайшей требовательности к себе Константина Сергеевича, чьим идеалом является выдающийся скрипач современности Леонид Борисович Комбин. На этом диске беру на себя смелость представить судоузыскательной публике два концерта, два масштабных сочинения, два полотна, как говорят музыканты, когда сталкиваются с такими композициями, как концерт для скрипки с оркестром Петра Ильича Чайковского и концерту Гроссо номер один Альфреда Шнитке. И в каждом из них по-разному раскрывается талант музыканта. И дальше подробно о концертах в исполнении Константина Казначеева. Константин Сергеевич очень требовательный к себе, поэтому этот диск мы изготовили самостоятельно, без ведома. Авторы. Иначе его бы не было. Потому что иначе Константин Сергеевич никогда не решился бы его издать. Мы его издали, и желающие смогут его приобрести. Матракция кармана. Хорошо. Вот вы. Концерт, может, я пойму домой. Ну, а сейчас, собственно, соло Константина Казначеева. Студен. О,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,... Субтитры создавал DimaTorzok